Ежегодно в канун Дня Победы руководство Брестского областного объединения профсоюзов посещает ветеранов войны, работников профсоюзной отрасли. И это не просто дань традиции. Федерация профсоюзов, областное объединение, отраслевые профсоюзы нацелены на то, чтобы в каждом коллективном договоре всех первичных профсоюзных организаций, которые заключены с нанимателями, был раздел ветераны, в которых прописывались бы и выплаты к отраслевым праздникам, к дням рождения, к каким-то юбилейным датам, оказание помощи при заготовке овощей осенью, где-то в сельской местности заготовка дров, заготовка топлива. Поэтому этот вопрос практически каждодневный. Без малого 40 лет отдал профсоюзам Дмитрий Данилович Маньковский. Его призвали в армию в 1944 году. После тяжелого ранения он снова вернулся в строй и демобилизовался только в 1948-м. Фронтовик всю свою трудовую деятельность от щитовода до главного бухгалтера вспоминает с теплотой. Работали на совесть ради людей, поэтому с радостью принимает в гостях своих коллег, пусть и бывших. В Бресте открылась эта школа торговая. Там уже ребята наши были оттуда, в этой школе. И приглашали, я приехал сюда в школу, закончил эту школу и пошел работать по требкооперации. В Брестской Репотребсоюз, потом в Облпотребсоюз, потом в профсоюзы попал. Я был над финном и строили этот дворец. Шишулина была такая, секретарем, я курировала нам все это дело. Ну а я как финансист, все, строили этот дворец, строили дом профсоюзов, где мы сейчас живем. Карловоса 19. К слову, сохраняя традиции, 9 мая профсоюзы области возложили цветы и венки к памятнику Ривир. Он находится на окраине Бреста, именно здесь, в лагере для военнопленных. С июня 1941 по май 1942 фашисты уничтожили около 15 тысяч человек. Я знаю, как взрываются снаряды, как свистят пули и как гибнут люди. Я служил в Афганистане. Поэтому я могу одно сказать, что пережить и почувствовать, что пережили наши солдаты в Великую Отечественную войну, что пережили наши дедушки, бабушки, прабабушки и прадедушки в оккупации, невозможно. Это надо было пережить. Представить это невозможно. Поэтому мы говорим о том, чтобы каждое мгновение каждого человека беречь без внимания своих ветеранов никто не оставляет. И в этот день, это святой день для любого человека на советском пространстве, на постсоветском пространстве. И, естественно, самое главное, чтобы не оставляли между праздниками. Я думаю, что этого не происходит, потому что еще недавно папа, участник войны, был жив. И я знаю, что и школьники, и представители трудовых коллективов, даже не того коллектива, из которого он уходил на пенсию, все равно посещали, приходили, и табличка висела. А к Дню Победы и подарков, и цветов всегда было. То есть без внимания ветераны не оставались. И я думаю, что и не останутся. В канун Дня Победы поздравления и подарки от представителей следствия Брещина принимала Антонина Обухова. Совсем скоро Антонина Андриановна отметит свой 98-й день рождения. И годы, конечно, берут свое. Однако гостям Антонина Обухова всегда рада, и праздник встречают с улыбкой на лице. Это живой свидетель такой великой, без преданности народу, любви к родине. И вот такому желанию жить и творить, чтобы светило солнышко, чтобы наша была прекрасной. Как она любит людей. Вы же все помните, как она говорит, боже, мои хорошие, мои любименькие. Было трудно, но мы были веселые, потому что мы строили прекрасное, светлое будущее, в каком мы сейчас живем. И мы премного-премного благодарны, низкий поклон нашей Антонине Обуховне, всем ветеранам. Пусть они живут подольше. И на самом деле показывают этот великий пример любви, преданности и долгу великой нашей Родине. Анастасия Стропко, Ирина Ольшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.